Всем привет, с вами Мосс. Ребят, прошла всего неделя с момента выхода видоса, где я поймал Гулета. Я уж никак не мог поверить, что столь оперативно контора подкинет мне еще один повод для аналогичного контента. Ну, таким просто нельзя не поделиться, мне действительно слово очень повезло. Поэтому сегодня мы открываем паки, лучшие награды, соберем пару крутилок, ну и заодно, чтобы совместить приятное с полезным, пробежимся по текущему ивенту токсичному, разберем, какие СБЧшки там смотрятся лучше всего, ну и просто поделюсь своими мыслями. Ну, а что касается футбола, другого спорта и кибердисциплин, обязательно наблюдайте за всем этим в компании моих хороших друзей из Пари, которые для вас в закрепленном комментарии, не проходите мимо, оставили отличный бонус. Компания Пари предлагает лучший клиентский сервис в своем сегменте, максимально удобное и понятное приложение, молниеносная работа и широченная линия спортивных и кибердисциплин. Выбирай ближайший матч, забирай фрибет от моего партнера в комментариях и получай еще больше удовольствия от спорта. Очередную порцию увлекательной лудомании начинаем со вскрытия героя Лиги Чемпионов за предзаказ. Немецкий флаг редко приносит позитив, того же Рикина уже ловили, колер тоже ни о чем, но в данном случае к нам выходит 90-го рейтинга Фрау с очень неплохими статами. Даже таланты есть и не самые бесполезные. Вот только зачем она нужна, когда у тебя есть Гулит, Лука и Фрэнки, не говоря о том, что клуб буквально завален играбельными ЦП. А главное, ставить девчуль в основу никакого желания, вот честно, нет. Середняк-мужик и то имел бы больше шансов в моем клубе выйти на поле. Что касается наборов, у нас оставалось буквально пара дней ивента Громовержцев и Черной Пятницы и призрачная надежда выловить в паках тех самых лучших из лучших. Средством для достижения амбициозной цели, конечно же, стала самая перспективная рулетка с улучшением 10 по 83. Главное было иметь в клубе непродаваемый информ, который некуда девать. В противном случае приходилось бы отдавать полтишок, а это уже совсем невыгодно. При нашем же сценарии мы просто превращали 10 игроков 83 в более нарядный и жирненький фодор, который будет нужен уже на более серьезные сборки. Периодически приходилось еще в сотый раз поржать с алгоритмов, которые контора внедряет в плане дропа. Но когда у тебя в клубе всего есть 2 или 3 спешл-копченыша, и в пике 85+, выпадут именно они. С другой стороны, высокого рейтинга выпадало довольно много. Не везло разве что с игроками компании 87+. В этих сборках, по-моему, ни разу за все время мы не поймали чего-то сносного, не то что в основу, но даже на скамейку. А вот обычных непродаваемых золотых карт прирастало и прирастало. В какой-то момент охапка фодора должна была набрать критическую массу, после чего ее уже насильно пришлось бы сжечь в какой-нибудь толковой сборке. И если честно, смотря на то и дело всплывающие непродаваемые дубликаты, мысль начать сборку Мбаппе оказалась уже не такой и бредовой. Тем более, что дефицитный дорогой 89-й и 90-й рейтинг Инди Конторг выдавал довольно регулярно. Настолько, что даже в какой-то момент пришлось квикнуть Родри. Разумеется, с целью последующего восстановления. Так что если вдруг кто не знал, вернуть слитого за 0 монет игрока, который мешает открывать паки, можно в веб-приложении FIFA на вкладке Клуб. Правда, число таких некорозаклинаний ограничено. Если не путаю, сделать это можно всего 5 раз за текущий сезон. Неплохо помогли с набором жирка пики 78+. Пожалуй, это был лучший способ сплавить из клуба ненужное непродаваемое золото низкого рейтинга, ну либо продаваемых нерарных лунтиков, которые даже в сборке титульных матчей вряд ли пригодятся. Во время распаковки очередной стопки таких пиков, мы бац и ловим тогда еще 90-го Букаёшку, которому отныне дали плюс 1. В основной состав на тот момент не входил, поэтому был безжалостно усажен на скамейку до лучших времен, а времена эти настанут, не сомневайтесь. Накрафтили мы столько добра, что в какой-то момент у нас нарисовалось уже 5 непродаваемых волкаут дубликатов, которые нужно было куда-то сливать. Вот честно, чуть больше решительности и я бы начал закрывать сборки Намбаппе, но тут как раз выходит кислотная промо и сборка Абамиянга, которая ну просто невероятно манила по соотношению цена-качество. Особенно учитывая, что 87-е Жеру и Родриго, которые стояли у меня на ФРВ, порядком надоели. Понимая, что если браться за крафты лягухи, такие ИПК придется в ближайшие пару недель игнорировать, душа поэта не выдержала. Габонская гадюка была собрана без особых раздумий, и что я вам скажу, это просто великолепный нападающий с номиналом в пределах 100 тысяч монет. Помните, как всего пару лет назад он разрывал Фифе защиту всех и вся? Моделька ведь его осталась той же. Да, по скорости, ловкости и с балансом могут возникнуть вопросики, но стоит ему выйти на поле, и скепсис сменяется на восторг. Уже в первом матче Абаму убегает от троих защитников, и несмотря на сопротивление, Сандалит с зеленым ТФ в дебютный гол, а немного спустя выдает гениальный ассист на Родриго. Причем стиль сыгранности я ему накинул, который вообще ни разу не про дриблинг и скорость. Наоборот, есть резон сделать его почти ленгти, вооружив снайпером, который дает буст завершению и физике. Ну и на выходе получаем такого же крепыша, как Жру, но у которого все намного приятнее в плане побегать и покрутиться на левом стике. Да и золотой талант габонского легионера в совокупности с беленькими обводящими и тревелой делают его без пяти минут топовым нападающим в каждый второй бездонатный состав. Была бы еще пятерка на финтах или слабый, и это вообще был бы игрок уровня Кантаны. Ну и по сыгранности достаточно одной легенды в составе, чтобы он обзавелся всеми тремя ромбиками. Друзья, Черная Пятница — это только начало, в игре появляется все больше разноцветных топовых карт, и если не хватает золотишка для усиления состава, вам поможет Ваня Мухин сделать все оперативно, качественно, по выгодному курсу, он же подсобит с играми, подписками и аккаунтами. Работаем не первый год, ссылка в описании ролика. После ЧП и Громовержцев, сейский люд как-то прохладно встретил этот ивент. Им понятно, подавай в каждом промо МБП, Неймаров и другие заезженные карты, а мне наоборот, эта тема с экзотичными странами и лигами, которые влетают в состав без заморочек по сыгранности, очень даже понравилась. Один из немногих способов в игре — покатать за интересные нетривиальные картонки. Хотя, учитывая эпидемию токсиков в онлайне, тематику и название они, конечно, выбрали ту еще. Получилась эдакая легкая самоирония. А знаете, в чем самая большая ирония? Абамиянг, который, считай, уберег меня от рутины со сборкой МБП, сыграл в моем основном составе всего два матча. И думаю, вы понимаете почему. Ведь следующий непродаваемый дубликат стриггерил меня в коем веке собрать рулетку на базового кумира. Чем дальше в игре, тем менее перспективна эта сборка. Ну и представьте мои мысли, когда я увидел опостылый английский флаг. Ведь Райта и Ширера уже ловили. Кто там еще? Сколзи, Лэмпорт, Линнакер, Мур, ну в лучшем случае Руни или Рио. А теперь представьте, в какой ступор меня ввела позиция ЦАП. Я попросту забыл, что в игре есть настоящие, во всех смыслах этого слова, легенды. Добавьте к этому клуб, за который я болею с середины 90-х, и печальное известие двухнедельной давности. Ладно там характеристики или номинальная цена в два с лишним миллиона монет, но я кайфанул больше, знаете, как-то по-человечески, как болельщик, который любит футбол, и до сих пор максимально сопереживает любимому клубу, несмотря на то днище, на котором он сейчас находится. В общем, при всем игровом восторге от габонской гадюки, ЗМИ уполз на скамейку, чтобы уступить место великому. Не напрасно. В игре сэр Бобби чувствуется просто великолепно. Он очень похож по модельке и ништякам на СБЧ-карточку Далглиша. Чарльтон чуть более разноплановый форвард, с более симпатичными статами и полезной нацией, в то время как Далглиш это скорее чистый ФРВ и выделяется более читерскими в игре талантами. На момент монтажа Чарльтон благополучно пробежался по ВЛ и Райвелс, и на выходе за 31 матч имеем 31 гол и десяток ассистов. Пока вскрываем награды за народные 11, обсудим слухи. Говорят, сэра Бобби могут в ближайшие дни добавить в СБЧ. Если сборка будет стоить по номиналу в пределах полутора миллионов, смело собирайте, залетит с двух ног, считай, в любой состав. Лично я сейчас слабо представляю сценарий, при котором кто-то вытеснит сэра Бобби из основы вплоть до тотцев. И не только из-за своей очевидной клубной симпатии, но и потому, что карточка воистину годная и закрывающая, считай, любую позицию в атаке. Разве что по стартовой схеме придется заморочиться, потому что у Чарльтона лишь две позиции — ЦАП и ЦФД. Ребята, очень интересно послушать ваши мысли по поводу текущего ивента. Вот нравится ли вам эта концепция токсичных ребят, которые дают плюшки по сыгранности, или вам больше по душе более классические, но зубодробительные цветные команды. Ну и напишите, стали ли вы в итоге крафтить 92-го Мбаппе, или тоже, как я, воздержались и решили попытать счастье в каких-нибудь там крутилках и пособирать интересных, пускай и не столь зубодробительных игроков. Не забывайте поддерживать канал, ваши лайки помогают продвигать контент, а мне сейчас это очень нужно. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну и не забывайте про мои соцсети, все ссылки находятся в описании ролика. Буду рад вас видеть и там. Кликайте на закрепленный комментарий, это тоже очень важно. Ну и на сегодня все. Всем пока, с вами был Мосс, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok